Привет, народ! Привет всем! Наконец-то следующий закуп, в этот раз закуп фильмов. Да, ребята, игры у нас будут через неделю. Так вот, могу даже немного вам спойлер такой показать. Та-да! Вот такая штука у нас будет, да. Ну, там, конечно, больше игр будет. Короче, сегодня у нас 15 фильмов, народ. И предлагаю, приглашаю вас вместе со мной их распаковать, посмотреть, что тут, да как тут. Оп! Сегодня, как вы видите, мы опять не на новом, но на необычном месте. Так вот, народ, предлагаю начать с фильма, который в этом году, блин, очень-очень громкий стал фильмом от режиссера Пон Джон Хо. Очень трудное название, короче, предлагаю вскрыть его. И этот фильм, народ, я про него пытался как много меньше всяких спойлеров себе подпускать, понимаете? Так как мне очень интересно самому посмотреть этот фильм. И я абсолютно ничего про него не знаю, только как то, что здесь какая-то богатенькая семья нашла себе каких-то, я не знаю, каких-то работников, по-моему, по дому. И эти самые работники стали этот дом, по-моему, на себя каким-то образом передавать. Короче, очень интересно. Вообще, вот этот режиссер мне очень нравится сам по себе. Так что будем смотреть. Повторюсь, 4 Оскара, я уже здесь выкинул вот эту наклейку, народ. А Оскары у него были такие. Лучший фильм, лучший интернациональный фильм, лучший режиссер и лучший сценарий. Так что, что-то прикольное, что-то прикольное. Вот такие вот у нас тут картиночки. Все как надо. Опять же, народ, как вы знаете, как и в прошлый раз, блин, я везде все отсвечивается, я не могу ничего видеть. Как и в прошлый раз, вы знаете, если у меня будет какой-то из этих фильмов попадется с русским языком, я вам, конечно же, его покажу, этот фильм, в конце. Но я не думаю, что сегодня какие-нибудь у нас издания будут с русским языком. Не знаю. Хотя, как говорится, чем бог не шутит. Так что, народ, паразиты. Будем смотреть, что это такое. И, кстати, вы посмотрите, каким-то образом этот диск у нас в черном аморее. В черной элитке. Без понятия, с чем это связано, но да ладно. Так вот, первый фильмец. Следующий фильмец. О, народ, как долго я его хотел. И что-то я про него забывал, забывал. И, наконец-то, его взял. Это, конечно же, народ Ворон 94-го года от режиссера Алекс Проя и с обалденным Брэндон Ли. Почему обалденным? Потому что, ну, он снялся в нескольких фильмах, и он везде обалденен. Но, блин, здесь Адек Роу, он, конечно же, вообще, это просто невероятно. И, как вы знаете, очень такая трагическая судьба сложилась у вот этого Брэндона Ли. Вот именно на этом фильме его нечаянно, нечаянно, никто толком не знает, что да как, этого самого Брэндона Ли застрелили. Они использовали не по назначению чуть ли не настоящие патроны, только брали из этих патронов, убирали порох при съемках, потому что не вкладывались в какие-то съемочные рамки по времени. И вот так вот, там что-то как-то вообще ахинея какая-то, вообще халатность такая. И, к сожалению, Брэндон Ли умер в этом, в, как вам сказать, в больнице после 12 часов. Он прожил уже еще после вот этого вот выстрела 12 часов, но, к сожалению, скончался. Но, блин, окей, как говорится, чем бог не шутит. Пришлось, так как и так у этого фильма был очень-очень маленький бюджет, то режиссерам и сценаристам пришлось как-то извиваться, знаете, из этого положения. И стали использовать каких-то дублеров на роль вот этого самого Брэндона Ли или использовать компьютерную анимацию. А вы сами знаете, какая компьютерная анимация в то время была дешевая. Ну, блин, также использовали материал, который должен был выбрасываться после фильма, отснятый с вот этим самым Брэндон Ли, какие-то неполучавшиеся сцены или еще что-то. Использовали все подряд, но, блин, когда я этот фильм смотрел первый раз на видеокассете, я там был малой, вообще ничего не понимал, но когда смотрел на DVD, я прям был в шоке. Как можно было все-таки доснять вот этот фильм? Это, конечно, вообще большой респект режиссеру. Я сегодня, как вы видите, народ, не буду говорить, сколько фильмы идут, потому что это все отнимает время, нам это нафиг не надо. Мы просто смотрим на вот это, на всю красоту. Так что, народ, ворон, очень-очень-очень долго хотел, но почему-то постоянно он у меня, вот этот вот фильм, уходил на второй план. Даже, вы помните, в прошлый раз, когда у нас был закуп фильмов, которые, фильмы я смотрел в 90-х годах, почему-то я прошел этот фильм стороной, к сожалению. Но теперь я, наконец-то, его также прикупил. Опа! Ворон! Блин, как неудобно здесь, вы не представляете. Следующий фильм, опять же, народ из такого же, знаете, такого старинного, непонятного, крутого. Это «Спаун» 97-го года. И, народ, «Спаун» — это фильм, сделанный по комиксам. Вы знаете, как я отношусь, в общем, к фильмам по комиксам. Но, вот именно вот такие вот фильмы по комиксам, особенно в 90-х годах, как снимали вот этот вот 97-й год, вот это я люблю, народ. Мы как-то, знаете, посидели... Не посидели, это громко сказано, а поговорили в комментариях у человека, у... Блин, как... А, Саламон Кейн, дружище, извини, что на секундочку забыл твое имя. Мы как-то с ним там перечеркнулись комментариями, что какие фильмы снимают сейчас по комиксам и какие снимали раньше. Или про тех же супергероев, что сегодня вся, вся, вся вот эта фильмоиндустрия, фильмоиндустрия нацелена в первую очередь на тинейджеров. Как можно больше, чтобы завлечь людей в кинотеатры. Раньше такого не было. Даже вот этот «Спаун» или тот же самый «Ворон». Вы посмотрите, все фильмы с 18-ти. У нас в Германии даже была очень большая проблема с вот этим вот совсем, знаете. Раньше, когда фильмы с 18-ти выходили, их можно было купить только в отдельных магазинах. Сейчас, слава богу, это все не так, но сейчас не об этом. Так вот, фильмы, народ, именно ранешние фильмы снимали обалденно. Что по комиксам, что по, как сказать, по супергероям. Вы посмотрите на эту тему. Здесь, насколько я помню, вот этого чувака убивает, по-моему, его же шеф. Он там то ли полицейский, то ли еще что-то. Я очень-очень смутно помню. Он его убивает. Вот этот вот чувак попадает в ад и там продает душу дьяволу. Но зато дьявол ему дает всякие способности супергероя и говорит, окей, возвращайся и мсти. Вот он прилетел и стал мстить. Я два раза смотрел этот фильм, по-моему, на DVD и на видеокассете. Я два раза не понял, что там происходит, что к чему. Но знаете, как круто наблюдать за этим за всем. 97-й год, эффекты просто великолепнейшие. Так что, народ, спаун. Это еще у нас версия издания от Warner Brothers, когда они еще не занимались перевороткой кавера. Так что мне, в моем случае, придется, к сожалению, к большому моему сожалению, жить с вот этой вот плямбой. Но да ладно. Самое главное, это у меня фильм на руках. Ой, народ, вы не представляете, как здесь неудобно. Следующая, следующая, хотел сказать игруха, но нет, следующий фильм это Одри Роуз, или как по-русски называется Одри Роуз, или Чужая дочь. 77-го года, вы можете представить? И в этом фильме снимается великолепный Энтони Хопкинс. Этот фильм я ни разу не видел. Я много его видел, как бы сказать, где-то, или в трейлерах, или еще что-то. Очень долго хотел его давно посмотреть. Все, руки не доходились в чаже. Плюнул на все, так как оставалось всего один экземпляр. Я его забрал на Амазоне. И, блин, сегодня же я его, скорее всего, заценю. Речь о том, что семейка какая-то живет с девчонкой с 11-летней. И эту девчонку, 11-летнюю, преследуют какие-то ночные кошмары. Она каждую ночь что-то просыпается. Ей снится, что она где-то горит в огне в каком-то. И потом, раз через некоторое время, эту же семейку стал преследовать какой-то мужик непонятный, который говорит, блин, это моя дочь. Типа, в вашей дочери живет моя дочь. Оказывается, у этого мужика несколько лет назад в автомобильной катастрофе сгорела заживо его дочь. И он думает, что дочь вот эта 11-летняя вот этих вот людей, это реинкарнация его дочери. Я обожаю такие фильмы, народ. Обожаю. Вы посмотрите на вот этот скрин. Девчонка просто реально как будто, блин, как будто по-настоящему она там, смотрите, в истерике. Класс. Вот такие фильмы я обожаю просто. Это вот, вот это вот мое, народ. Вот это реально мое. Сейчас, может, сфокусируется, я где-то найду этот нормальный ракурс, потому что все отблескивает кругом. Так что, очень интересно. И вот он, красавчик, Энтони Хопкин. 77-й год, он очень еще был молод. Накаточка, народ. Блин, круто, тень. Блин, а здесь, смотрите, здесь другой кава. Блин, я даже не знаю теперь, какой мне больше нравится. Смотрите. Блин, этот страшнее, этот намного страшнее. Сейчас, секундочку. А, народ, мне кажется, этот немножко страшнее, чем вот этот. Но окей. Ничего страшного, пусть будет, зато здесь нету этой плямбы. Блин, выглядит, конечно, вообще, не знаю, что-то очень страшно. Буду смотреть. Следующий фильмец, это Затерянные во льду. Обожаю такую тематику, народ. Вы знаете, когда речь идет о каких-нибудь выживалках, в каких-то непонятных средах. То есть, я имею в виду, знаете, окружающая среда. Как, например, люди выживают в каких-то, я не знаю, в каких-то джунглях или в каких-то, вот, например, в снегах. И, блин, я, к сожалению, не к сожалению, а к счастью, я сильно себя не спойлерил, что к чему. Но, по-моему, насколько я помню, этот мужик как-то попадает в Антарктику. Как-то, я не знаю, то ли упал самолет, вертолет, не знаю, к сожалению, точно не смотрел. И он становится каждый день, пишет на снегу SOS, вот этот вот, знаете, вот эти вот три буквы. SOS три буквы, не поймите ничего-то неправильного. И его никто не видит. И потом в один прекрасный момент, если можно так сказать, падает какой-то непонятный вертолет с людьми. И, оказывается, тетка там какая-то выживает. Ему приходится и за теткой, и за собой смотреть. Короче, народ, не знаю, о чем здесь, вот как трейлер посмотрел, все, мне сильно понравилось. Я сразу взял его и купил. И, кстати, вы посмотрите, на кавре у нас здесь есть еще официальный селекшн Каннского фестиваля. Что-то прикольное. Короче, и, кстати, вот этот вот мужик, если кто не знает, Мэтс Миккельсон, это он? Вот, народ, вот честно вам скажу, я даже без понятия, как его зовут, но, скорее всего, Мэтс Миккельсон. Растут, это написано. То, если кто не знает, этот чувак снимался или не снимался, а принимал роль в игре Death Stranding от Хидея Кудзима. Если мне не изменяет память. По-моему, он там был. Может, я вам сейчас что-то непонятного скажу. Не знаю. Так вот, вот-вот-вот такое мне нравится. Народ, обожаю всякие выживалки. И, кстати, народ, здесь, знаете, я вас попрошу, если у вас есть еще в уме какие-то вот такие вот фильмы, что-то похожее, особенно про снег, про горы. У меня, конечно же, все вот эти есть. Эверест у меня есть. Конечно же, с этим есть человек, который в Форсаже снимался, где он на собаках ездил. Напомните, о Диснея фильм. У меня тоже этот фильм есть. Но если из вас кто-то знает еще какие-нибудь вот такие вот выживательные фильмы, народ, пожалуйста, посоветуйте в комментариях мне. Окей? Если вам не составит это какого-нибудь труда. Блин. Класс. Прям так же, наверное, если сегодня еще время после Одри Рос останется, обязательно заценю еще и вот этот. Посмотрите, судя по всему, да, вертолет упал. Блин. Обожаю такие фильмы. Переворачиваем. У нас пресловутое лого с 12 уходит на задний план, как вы видите. И теперь у нас обалденная, обалденная штучка. Класс. Арктик. Затерянные в льдах. Не затерянные во льду, а затерянные в льдах. Следующий. Это Light of my life или свет моей жизни с обалденным Кейси Эффлеком. И, народ, этот фильм, он мне напоминает, почему-то, знаете, напоминает фильм Дорога, смесь фильм Дорога с Юго Мортенсеном и игру The Last of Us. В принципе, здесь то же самое, народ. Происходит какая-то эпидемия. Кстати, очень актуальная тема, какая-то эпидемия. И все-все женщины во всем мире просто-напросто умирают. И у вот этого чувака есть дочь. И он знает, она единственная на всей планете оставшаяся женщина, понимаете, в живых. И он, я не знаю, маскирует пацана, чтобы, знаете, ну, блин, единственная девчонка на земле. Все, она не выживет ни секунды, если узнают про это, понимаете. И вот этот вот чувак защищает, это, скорее всего, отец ее, защищает ее. А может и брат, я не знаю, судя по возрасту. Без понятия, я туда сильно не вовлекался в этот сюжет. Хочу сам себя, знаете, как бы просто взять и включить фильм и наслаждаться им. И вот по всему фильму он и эту девчонку спасает. Опять же, сурвайвл тематика, как и, например, вот в этих вот затерянных во льдах. Что-то типа того. Ну, вы понимаете, о чем я. Обожаю такую тему. Просто-напросто обожаю народ. К сожалению, я не вижу, что я вам сейчас показываю, потому что у меня на весь экран большой-большой лампа. Класс. Такая вот накадочка. И, к сожалению, у нас нет никакого вендекавера. То есть, я не смогу перевернуть кавер. Но окей, это от Universal. Это от Universal. Universal фильм. Окей. Так что, народ, свет моей жизни. Буду смотреть. Следующий. Это фильм под названием Хлоя. Хлоя 2010 года с обалденной Джулиан Мур. Вы знаете, я являюсь большим поклонником Джулиан Мур. И этот фильм мне посоветовал, как множество уже из фильмов, которые я посмотрел Владимир Янковский. Владимир Янковский. Вам на этом месте большущий привет также. И в этом фильме идет речь о том, что... Кстати, в этом фильме также снимается еще и Лайм Нисон, если вы не увидели. Идет речь о том, что жена Лайм Нисона увидела в один непрекрасный момент на его хэнде, то есть на его смартфоне, какую-то непонятную смс. И стала у нее такая, знаете, паранойя непонятная. То ли он с другой там общается, то ли что. И она нанимает какую-то девчонку, вот эту самую Хлою, чтобы, знаете, чтобы она, можно так сказать, я не знаю, совратила Лайм Нисона и чтобы она посмотрела, поддастся он на эту провокацию или нет. И вот этот фильм нам об этом рассказывает. Обожаю такую тематику. Вообще. Блин, Джулиан Мур просто неповторимая. Я как-то задался вопросом, знаете, такой целью, задачей собрать все ее фильмы. Народ, не получается. То один фильм исчезает из продажи, то другой приходит, то третий исчезает, то сразу два приходят. Блин, и вот непонятно, вот так вот неохота по два собирать. Я хочу сразу штук 20 с ней купить и сразу вам их все показать. Так, откроем. Вот такая вот у нас тема. Весочек. Вот это мы уже несколько миллионов раз листали, народ. Если вы помните, здесь какой-то нам дает Гудшай на 70 евро. Окей. И здесь какие-то еще... Да, вот эту книжку мы уже миллион раз смотрели, народ. Так что в этом никакой цели я не вижу или надобности сделать это еще раз. Так. Опять же уходит пресловутый значок 16 лого на задний план. Хлоя. Будем смотреть и наслаждаться. Next one. Фильм от Клинт Иствуда с их Клинт Иствудом по настоящим событиям, по правдивым историям, или как они эти фильмы называются. Это Демьюль, или как его называют в России, Наркокурьер. Речь идет о том, как мужичок, старичок, которому уже лет 90, я не знаю, может за 90, а может к их 90 подходит. Не знает, как свести концы концами. Ну вот так вот. Я не знаю, как так может получиться. Ну, скорее всего, это так в Америке. Знаете, когда люди, которые всю жизнь работают, каким-то образом к пенсии становятся бедными. Я не знаю как. Если человек, например, работает всю жизнь, или хотя бы полжизни, то он хоть как-то себе должен, я думаю, наскречь. А здесь, судя по всему, я не знаю вот эти нюансы, но скорее всего и деньги не нужны не ему, а, наверное, может быть, родственникам. Ну, не знаю, опять же, народ, не поймите неправильно, но я думаю, блин, ну, старичок, он, судя по всему, еще и, я не знаю, во Вьетнаме там или во Второй мировой был, то, блин, немного денег у него должно было быть. Но окей, короче, ребята, это не мое, это туда заглядывать так глубоко. Так вот, он, на что он решается? Он становится, он идет каким-то там, я не знаю, к этим, к мексиканцам, латиносам, и начинает на них работать. А работать кем? Вот этим вот самым, как фильм называется, наркокурьером. То есть, он развозит наркоту для этих самых мексиканцев. И мне очень интересно посмотреть, что из этого получится. Больше я себя ничем не спойлерил, народ. Очень хочу, опять же, включить и просто сделать так, чтобы этот фильм на меня подействовал. Знаете, сам, без всяких трейлеров, без всего. Вот такая вот тема. Вот видите, к сожалению, мне приходится вот так вот перетовать, потому что вот эта вот лампа, она меня бесит сегодня. Сегодня, но, к сожалению, по-другому никак. Такая вот накаточка у нас. Наркокурьер. Классная тема. Клинт Иствуд вообще обожаю. Но, кстати, Клинт Иствуда я обожаю именно более-менее современные его работы. То есть, например, старый, вот где он ковбоем был, мне не все нравятся. Я пару штук смотрел и понял, что Клинт Иствуд, когда он был ковбоем, не сильно мне заходят такие фильмы. Но окей. Следующий фильм 94-го года с Робертом Де Ниро. Это Мэри Шелис Фрэнкенштайн. Я ни разу, опять же, не видел этот фильм. Взял, чтобы полностью с ним ознакомиться. Тем более, знаете, Роберта Де Ниро, тем более 94-й год. И, блин, обожаю такую тему. Больше ничего вам не могу сказать. Ну, как вы знаете, скорее всего, Фрэнкенштайн, ну, блин, человек, какой-нибудь больной доктор начнет из всяких кусков других людей собирать одного человека. Ну, это же ясно-понятно. Так что я вам здесь ничего больше не расскажу. И вот эта вот тетка знакомая, она всегда таких непонятных играет. Здесь обалденный Роберта Де Ниро. Вот сейчас смотрю вот на этого Роберта Де Ниро, как он весь в шрамах, там все. Вроде, кажется, я смотрел этот фильм, но вот начинаю задумываться, про что он. Вообще не помню. Это, кстати, еще... Это еще был... Это сониковское издание. Да, сониковское издание, но это более-менее новое издание. 2009 год. Относительно новое, потому что Sony раньше не делали у нас Blu-ray-фильмы с кавром, которым можно перевернуть, знаете, чтобы вот этого FSC-логу не было видно. В 2009 году. А, нифига себе, это еще 3 Star, представляете? Сейчас его в помине уже нету. Но окей. То есть, у нас вообще, слава богу, знаете... Блин. Я-то, думаю, сейчас переверну и все. А вот эта плямба, они прям наклеили на эту. Но окей, ладно. Вообще, знаете, о чем я хотел вам сказать? Вот так вот посмотрю на ситуацию у нас в Германии, например, с Blu-ray-фильмами. И прям иногда, знаете, рад за вот это вот, за такую ситуацию, потому что, как я сейчас посмотрю у друзей, которых я тоже слежу за каналами на YouTube, которые делают распаковки фильмов, игр, блин, у них становится реально беспонтовая жизнь насчет Blu-ray-фильмов. Disney ничего не делает. 20 век Fox перекупила Disney. Теперь и от 20 века Fox можно никаких фильмов не ждать. И вообще, это очень прискорбно. Некоторые фильмы выходят только на 4K, на Blu-ray не выходят. Другие, наоборот, только на Blu-ray выходят, не выходят нигде в другом месте. Или, наоборот, выходят только на DVD. Это, конечно, очень, с одной стороны, прикольно за этим наблюдать, а с другой стороны, блин, как так? Если ты покупатель, и ты хочешь, например, купить DVD, а этого фильма нет на DVD, или ты хочешь купить только на Blu-ray, а он есть или на 4K, или на DVD. Короче, обалдеть. Слава богу, повторюсь, у нас не такая ситуация с фильмами, но окей. У нас, ты хочешь DVD, бери DVD. Хочешь Blu-ray, бери Blu-ray. Хочешь 4K, бери 4K. Конечно, не всех фильмов, но да ладно. Так, окей, секундочку. Тайны исповеди. 81-го года народ. С обалденным Роберт Де Ниро и Роберт Дювалем. Происходит убийство, находит какую-то женщину, жестокую убийственную, и Роберт Дюваль начинает расследовать, кто мог это сделать. И доходит до того, что он узнает, что его родственник, то ли брат, то ли кузен, я не знаю, кто Роберт Де Ниро, ему каким-то образом причастен к этому, ко всему. А проблема в том, что он батюшка в церкви, понимаете? И вот здесь вот начинаются какие-то непонятные, это же скандал, знаете, это же ой-ой-ой, какой скандал. И вот мне очень интересно глянуть, чем это все закончится. Очень давно я хотел этот фильм прикупить себе на Blu-ray, но народ, проблема была, очень большая проблема. Этот фильм у нас продавался только в медиабуке. Такой толстый медиабук, там было два Blu-ray, один Blu-ray с фильмом, другой с Мэкин Коффом, может быть, даже еще саундтрек к фильму был, или какие-то карточки, какой-то артбук. Вы знаете, я не ценитель этого всего. И дождался, наконец-то, наконец-то дождался. И в прошлом году, под конец года, где-то в декабре 2019 года, и может, может, в ноябре, этот фильм вышел в стандартном издании. То есть, обалденный, обыкновенный Амарей, или Битсмикс Вайзер Элит Коробка, в которой лежит один фильм. Все. Мне, как коллекционеру, у которого фильмы уже зашли за 2000 экземпляров, мне просто-напросто, уже физически, хочу я этого или нет, у меня места нет, куда ставить вот эти медиабуки и стилбуки, понимаете? Так что, вот эти вот тоненькие, стандартные издания, это для меня само-само-само-само-то. Так вот, наконец-то, я его прикупил. Вот такие вот здесь. Блин, Роберт Де Ниро мне нравится во всех фильмах. Вот где бы он не снимался, я обожаю наблюдать фильмы с Роберт Де Ниро. И такая же ситуация, как и с Джулиан Мур. Также хотел купить все его фильмы, которые у нас есть только на Блю-Рее, но опять же, только хотел заказать эти 18 фильмов, хлоп, 6 штук из них просто исчезли. Теперь нужно ждать, когда они снова появятся. Проблема не в том, что они исчезли и все. Нет, Блю-Рее у нас, не как бы, знаете, хотите вы этого или нет, они все равно придут в продажу рано или поздно по-новому. Их сделают еще партию, еще и еще. Они смотрят у нас, знаете, делают по потребности. У нас нет такого. Если фильм продался, то все, его больше не найти в продаже. Такого, слава богу, нет. Фильм Метро Голдвин Майер, нифига себе, обалденная накаточка. Вы посмотрите, прошу заметить, вот эту вот обалденную деталь, вот этих вот крестиков, видите, знаете, это что? Это когда вы, вы, когда кто-нибудь заходит в кабинку к батюшке и говорит, знаете, типа, эй, фатер, я это, их обыгазинтих, я не знаю, как это по-русски, ай, я согрешил и начинаете исповедь. Вот это, он сидит вот за этими решеточками, класс, обожаю. Не знаю, но вот эта вот церковная тематика, вот эта готические архитектуры церкви, в фильмах я обожаю, из-за чего мне нравится фильм стигмата, вот такое вот, знаете, вот такое вот все непонятно, из-за чего мне нравится экзорцизм, вот эта вот церковная тема в фильмах, обожаю, она и страшная, и интересная. Так что народ тайны исповеди, блин, очень-очень долго хотел. И следующий, это, да народ, это улыбка Мона Лизы, 2003 года, с Джулия Робертс. Кстати, еще из первых изданий, когда у нас вышла PlayStation 3, и на каждом диске для Blu-ray писали, можете играть на PlayStation 3, то есть вы можете представить, сколько лет этому диску. Так вот народ, может быть кто-то из вас будет смеяться, как так, зачем ты смотришь такие женские фильмы? Народ, скажу вам честно, я обожаю такие фильмы, которые спокойные, непринудительные, и при просмотре в таких фильмах вы можете просто отдохнуть и душой, и телом, и телом, как говорится, знаете. Это вообще для меня, начну с того, что я его на DVD просмотрел уже раза три, наверное, и для меня этот фильм является таким же фильмом, как, например, «Клуб мертвых поэтов народ» с Робби Вильямсон, помните, от обалденного режиссера Питер Вайер. Вот это типа того, только женская версия. И, кстати, это хорошая женская версия, а не такая женская версия, как сейчас вот это вот пошло «Ocean's Eight» или как «Гостбастерс» вот эти вот с женщинами. Короче, современный синематограф я могу смотреть, но только, только, только некоторые фильмы. Я не могу современное кино все подряд смотреть, оно мне очень быстро надоедает. Так что, я был просто обязан купить вот этот фильм. И, как вы видите, здесь обалденные девчонки. Обалденная сестра Джек Гиллинхола, которая снималась в обалденном фильме под названием «Секретарша». Если кто из вас не видел «Секретаршу», народ, советую, посмотрите обязательно. Вот эта девчонка, по-моему, снималась в этом, в «Человеке-таракане», судя по всему. И вот эту тоже я где-то видел. Так что, вот такая тема, народ. На улице у нас обалденная погода, дождик идет, птицы шумят. Блин, класс, атмосфера невероятная. Сейчас после вот этого вот видео поставлю на рендер и пойду смотреть что-нибудь. Опа! Классная тема. Вы посмотрите, накаточка просто неимоверно красивая. И вот раньше у нас сделали вот такие вот... Ух ты, вы посмотрите, даже... Ну, это сложно назвать артом, я не буду его доставать оттуда, хотя очень трудно достать. Вот эти вот старые коробки непонятные. Прошу заметить, вот эти вот шпиндли, как хорошо, что они вымерли. Как хорошо. И вот там еще какой-то, видите, вот Монолизу или, блин, как ее, Джулия Робертс несет кто-то на спине. Здесь у нас штука, что типа делайте то, делайте сё. И как раньше на сониковских дисках у нас княженция с... с... Блин, как что смотреть? Вот пруф номер один, почему... Какой старый этот диск? Вы посмотрите, PlayStation 3, блин, класс. Вообще. Так. Вот такая вот здесь темка. Я ее начал что-то листать и что-то не долистал. Вы просто, народ, не представляете, как неудобно мне здесь сейчас это все делать. Блин, надеюсь, это первый и последний раз. И княженция, которая именно относится к фильму. Такого тоже очень-очень редко происходит в последнее время, так как сейчас экономят абсолютно на всем, что на игровых дисках, что на фильмах. Вы посмотрите, какой это офигенный скрин. Этот скрин, вот, это пруф того, как нужно настраивать телевизор. Вы посмотрите, цвета все теплые, нет нейтрального цвета и нет холодного. Когда мне некоторые пишут, о, я сделал, по твоему совету, телевизор, стало все желтое. Вы посмотрите, все должно быть желтоватое, а быть такое не желтоватое, а такое, ну вы представляете, о чем я имею в виду. То есть, вот, вот это вот теплота, самая натуральная. Класс, 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 класс. Обожаю такое. Буду смотреть. Никому, ни в коем случае, я в этом видео ничего не советую, потому что такие фильмы зайдут, ну не всем. Next one под названием Спеши любить 2002 года. И этот фильм я взял по не рекомендации, а просто по наслышке от товарища Эйби. Эйби, дружище, тебе на этом месте также большой привет. Он говорил об этом фильме, что этот фильм можно смотреть в любую погоду, как говорится, под любое настроение и где бы он ни шел, он всегда смотрит его, не имеет значения. Сначала он его начнет смотреть с конца. Это типа для меня вот этого фильма Mona Lisa Smiles, то есть улыбка Мона Лизы. Так что я нашел этот фильм, у нас его было 14 штук в продаже, я взял его сразу и скажу вам честно, я бы на него никогда не посмотрел. Не знаю почему. Очень видно, что все красиво, да, но очень непринудительно, понимаете. И судя по всему, я его уже несколько раз видел у себя на экране, когда он вот в продаже, но проходил мимо. Но сейчас вот говорю по наводке, я все-таки его взял. Судя по всему, судя по всему, здесь какой-то вот этот вот чувачок, он крутой, у него там своя чуть ли не банда, они там прикалываются, такие крутые мужики. И его раз каким-то образом, я не знаю, заставляют то ли сыграть в театре, в школьном, то ли еще что-то. Он не может себе позволить, потому что это же не круто, знаете. Там он встречает вот эту девчонку, которая какая-то непонятная, вот такая, знаете, и без ума в нее влюбляется. Прикольно, мне очень интересно будет посмотреть. Я сейчас, конечно, поверхностно, очень-очень поверхностно вам сказал про сюжет, потому что я сам пытался ничего не читать, а так, знаете, вот что уловил вот так вот на быструю, так и это. Буду смотреть. И опять же, народ, я вот сейчас почему-то не знаю, в последнее время стал на это засматриваться. Обратите внимание на картинку. Все такое, знаете, такое в теплом цвете. Я не знаю, почему я в последнее время стал на это вот замечать внимание. Видите, да, все теплое. Не знаю почему. Ну, я имею в виду, не знаю почему я стал на это последнее время уделять много внимания. То ли мне комментарии встали писать, что типа, О, там, кстати, вот тот вот видео, где я делал, как настроить телевизор Кстати, могу вам порекомендовать, найдите у меня на канале То люди, очень многие, отписались мне с положительными отзывами Сказали, блин, благодаря тебе, у нас теперь мы смотрим Blu-ray фильмы в таком качестве, как надо То есть не в качестве, а в такой гамме, как и надо Так что я очень рад, что я вот этими моими настройками показал людям, как нужно смотреть Blu-ray фильмы и играть в фильмы Очень рад таким комментариям, народ И вот, скорее всего, после этого я стал еще больше замечать, что, блин, все идет Вся вообще, вся игровая индустрия, вся фильм-индустрия, все идет в гамме, в теплой Это круто, это прикольно Опять же, народ, может быть, сейчас кто-то меня послушает, скажет, о чем он, какая гамма, какой теплый цвет Если кто в теме, народ, то вы поймете, а так просто забудьте Оп, блин, когда это кончится, народ, вы не представляете Я уже не могу Вы думаете, я на стуле сижу? Нифига подобного Знаете, как японцы сидят или китайцы, когда чай пьют? Знаете? Но они-то так сидят всю жизнь А мы-то нормальные люди, понимаете? Мы же сидим всегда на стульях Нифига подобного Вот это, видите? Вот это вот что? Вот это пол И вот я на этом полу сейчас сижу Представьте себе, как этот, знаете, как кинзадза или как их этот фуншуй Блин, ноги уже затекли, но окей, сейчас не будем о грустном Так вот, следующий фильм Это Белоснежка, страшная сказка 97-го года с обалденной Сигарни Уива Я всю жизнь мечтал посмотреть этот фильм, но у нас, народ, у нас я его нигде не видел И вообще даже не знаю, есть он на DVD или нету И на Blu-ray его не было И в один прекрасный момент, где-то примерно полгода назад А может и год, я не знаю Он выходит у нас на Blu-ray Представляете, о чем и гласит вот эта надпись Ремастер в HD и первый раз на Blu-ray или впервые на Blu-ray Класс! Буду смотреть, буду наслаждаться Ничего не знаю, ни о сюжете, ничего Но когда Сигарни Уива в фильмах, я обязан эти фильмы посмотреть И вот он сейчас не знает на что фокусироваться Но я постараюсь вам немножко вот так вот Здесь два скрина показать и там два скрина показать У меня сегодня, повторюсь, и освещение беспонтовое, и место беспонтовое И вообще я просто вот так работать не могу, народ Обалденная накатка просто А, Сэм Нейл еще здесь, который мне помнится с обалденного фильма Пианино Обалденный фильм, посмотрел с удовольствием Хоба! И вот теперь, прошу заметить, у нас уходит и logo 12, и вот эти надписи впервые на Blu-ray Вы посмотрите, вот это красота Реальная красота Вау, народ! Машинист 2004 года с обалденным Кристиан Беллом Этот фильм я посмотрел на DVD без преувеличения, народ Четыре, четыре или три раза Ну, во всяком случае, минимум, минимум три раза Обожаю атмосферу этого фильма Речь идет о том, что вот этот вот сам машинист, как его называют У него большая проблема, у него шляфлю зихкает Как это назвать? Инсомния Как это назвать? По-русски народ, когда человек не может спать Правильно, бессонница Бессонница И он уже несколько, я не знаю, там тысяч лет не спал И он просто, он устал И из-за этого он худеет Кстати, для этого фильма Кристиан Белл Я не знаю, чуть ли не рекорд по этому похуданию поставил Его просто вы не узнаете в этом фильме Из-за этого этот фильм еще я уважаю больше, чем Вообще, вы не представляете просто, как мне нравится этот фильм И, короче, вот он становится такой, знаете, такой Он сонный, он весь такой кое-как ходит худой И один раз на работе приключается Он машинист, он там сверлит какие-то эти На таких, я не знаю, как они называются Столярные станки или как, без понятия Я не в теме в этой, к сожалению И случается непонятная авария Отрубается или отрезается рука коллеги по работе И он такой, да вы что, я типа, блин, я не хотел Он там отвечал за кнопку, за кнопку стопа, по-моему За, знаете, этот, как сказать, быстрое остановление машины Машина экстремальная, аварийная Блин, опять все, народ, блин, на этой, на этой неделе Очень много у меня было и по работе и вообще по всему На немецком у меня сейчас очень трудно находить русские слова Народ, большое, большое извинение вам за это, за все, окей? Так вот, и он говорит, блин, да меня отвлек там, я не знаю, какой-то Василий И все не могут понять, что за Василий Оказывается, этого Василия, который его отвлек на работе, не существует Представляете, да? И он начинает думать, у него такая паранойя наступает на него То ли все сговорились против него, то ли что А оказывается, вы представляете, он сам больной, как не знаю кто И вот этот фильм, блин, это просто интересно и как не знаю кто Очень давно хотел его на Blu-ray, но постоянно забывал, народ Забывал, забывал и забывал Наконец-то я его все-таки взял, блин Теперь он у меня, он у меня даже в списках фаворитов не лежал Из-за этого я просто-напросто про него забыл, как, как, повторюсь, как не знаю что Теперь, наконец-то, он у меня Советую всем, народ Вот эти фильмы, вот эти фильмы Вот благодаря таким фильмам я еще смотрю фильмы, знаете Потому что, блин, если вот только то, что мы сейчас в современной синематографе видим, народ Это, конечно, да, это круто, но его нельзя злоупотреблять А вот такие фильмы, блин, ах, класс Просто не представляю, какая картинка будет на Blu-ray, потому что на DVD была картинка хорошая Но она была очень много, знаете, она была живая, там очень много было червячков И я не знаю, на Blu-ray, если эти червячки также останутся, вы знаете, вот этот noise, это будет круто Это говорит уже о том, что битрейт на Blu-ray будет около 60 мб про секунду А на больших телевизорах это выглядит просто, мах, как сказка И, народ, последний фильмец 2003 года Это Дом из песка и тумана Также относится к фильмам, которых я на Blu-ray, на DVD посмотрел уже не менее трех раз Мне нравится такая тема, я обожаю атмосферу этого фильма Прикол в том, что девчонка вот эта У нее там что-то с жизнью пошло нехорошо И она, знаете, думает, а пойду все, пойду к себе домой и там закроюсь и буду грустить Пошла, закрылась, стала грустить У нее где-то то ли возле моря, то ли возле какого-то озера дом находится И в один прекрасный момент стучатся в дверь и говорят Все, короче, ты отсюда вытываешься и мы твой дом продаем с молотка Короче, какая-то, ну как сказать, ошибка произошла, понимаете? И ее дом продают И заезжает в дом вот этот вот чувак, он какой-то бывший генерал Ирака или Ирана, не помню И он мечтает о американской мечте, знаете, заветной Он со своей семьей, со своей фэмили приезжает в этот дом, а она тут живет И вот она не хочет отсюда уходить, а этот хочет, чтобы она ушла И вот эти диалоги между ними, вот эта ругань между ними Класс, ты не можешь решиться, на чьей ты стороне То ли ты на стороне вот этой девчонки, потому что ее можно понять Или ты на стороне вот этого мужика, потому что его также можно понять, понимаете? И смотря этот фильм, я постоянно погружаюсь в такую неимоверную атмосферу С которой я не хочу уходить Мне нравятся такие фильмы, понимаете? А тем более, когда роль еще какую-то в фильме играет дом, особняк, что-то такое Обожаю такие фильмы, народ Так что неповторимый Бен Кингсли Пардон, сэр Бен Кингсли, так же, как и Энтони Хопкинс Это все сэры И Дженнифер Коннелли Номинация на три Оскара, но судя по... Не знаю, в каком году, но судя по всему Никакой Оскар он не отобрал Так что, блин, если кто-то из вас не видел этот фильм, народ Советую, опять же, зайдет не всем Зайдет далеко не всем И, кстати, вот так сейчас могу на скидку вам сказать, что вот эта тетка, что вот этот пацанчик играли в сериале 24 с Джек Бауэром, помните, да? Обалденная тема Повторюсь, если эти фильмы, какие-то из них есть русским языком, я, конечно же, вам в конце еще покажу Но я не думаю, что здесь что-то будет с русским языком Опять переворачиваем Дом из песка и тумана Так что, вот такие, народ, у нас сегодня были фильмы 15 фильмов Я их все вам сейчас показывать не буду Потому что у меня просто банально уже нет ни времени, ни желания Так как ноги болят Потому что я сижу здесь, как японец И вот такие вот фильмы Паразит Ворон Спаун Чужая дочь Блин, не помню русские названия Ого, затерянный во льдах Свет моей жизни Машинист Вот такие вот темы, народ Опа Вот так вот Так что, большое спасибо за вашу компанию, народ Пишите, если есть что писать Будет очень интересно с вами опять пообщаться И повторюсь, что где-то, может быть В конце этой недели Не может быть, а скорее всего Выйдет также закуп игр, народ Там у нас будет 11 игр Одна на PlayStation 4 А остальные будут на Xbox One Но об этом мы поговорим, когда мы до туда дойдем, так сказать Так что, народ Всем всего Оставайтесь здоровыми Не болейте Всем всех благ И до свидания Чао Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok